всем привет друзья сегодня хотел бы вам рассказать то что как можно еще дополнительно использовать блендер я его могу например использовать не всегда по назначению для каких случаев это будет актуально я сейчас расскажу например у меня как-то была задача придумать какой-то логотип на стену и для этого мне нужно было так как я не имею большого опыта в таких средах как photoshop я умею хорошо довольно неплохо заниматься 3d моделированием поэтому мне сложно работать с программами которыми я сейчас редко сталкиваюсь например такая как photoshop я не знаю как не делать красивые картинки и там материалы прочее но зато я умел на тот момент я раме умел работать в чапе у меня был установлен v-ray поэтому я сделал это через рендер сделал логотип 3d шный и сделал его зарендовал чтобы было красиво цвета падал там свет и прочее сейчас я покажу как подобные вещи можно делать в блендере у меня не устраивает шрифт хочу какой-нибудь хороший такой шрифт мне нравится нормально так поставим так ну вот выставлю как то так ровно ровно прекрасно теперь добавим еще текста также есть такие же настройки в блендере это как изменять между буквенный интервал и интервал между слов между строчный интервал все могу так приблизить буковку мне это как раз такие нужно я приближу выделил наши две буквы и поставлю другой шрифт и и у меня устраивает так и добавим еще текста так и добавим еще текста красота так получилось получился неплохой шрифт как есть отдельно все единственное выставим также по x передвинем чтобы было примерно хотя бы на одном уровне так прекрасно добавим камеру чтобы производить рендер нажимаем 0 смотрим поднимем повыше так можно еще повыше поднять смотрим можно сдвинуть чуть по игреку так и еще можно сдвинуть по иксу впишем а вообще идеально мне так нравится так и оставлю хорошо теперь выделяем все наши объекты текстовые все нельзя ладно выделим по отдельности модификатор добавим модификатор есть модификатор такой как объемность выберем толщину какую-то 025 пусть будет прекрасно добавим сюда тот же самый модификатор применим ко всем есть небольшая объемность ее видно если можем заметить выглядит как по мне очень брутальненько вот теперь я хотел бы сделать свой логотип под рублику компаса если посмотреть картинку вот такая картинка как видите она выполнена как форме какого-то льда или что-то вроде такого красиво такой эффект стоит я попробую сделать какой-то подобный эффект для этого блендер может использовать какие-то свои разнообразные материалы вот я зайду я наверное сделаю вот это как-то под лед большие более-менее буквы а эти поменьше как-то под воду вот например текстура для блендера в виде воды так похожее что-то и есть это именно текстура которая создана внутри с помощью нодов есть текстура вот такая вот это pbr текстура она как плоскостью наносится вот они есть разные плоские такие картинки которые делают вот такую объемность и зеркальность в общем тоже красиво вот пожалуй под лед я сделаю основную большую надпись а под воду сделаю именно тот небольшой текст вот эти буквы что же давайте добавим наш пигар материал точнее готовый материал нодовский я его уже все скачал вот он его блендер видит добавляю захожу в материал вот он вода добавляю его прекрасно сразу выставлю настройки рендера это будет cycles это у нас будет gpu вычислитель я делаю всегда так чтобы не напрягать процессор потому что процессор меня довольно слабенький и ему есть и есть другие приложения которые дают ему загрузиться выставляя во вьюпорте 10 сэмплов для того чтобы по предотсмотре в нашем вьюпорте было довольно быстрая прогрузка мы примерно понимали какого качества будет рендер мы выставим 300 выставлю упрощение чтобы быстрее производилась загрузка и поставлю здесь для того чтобы быстрее рендер немного шел это конечно не слишком поможет увеличить прям скорость но лучше будет все-таки так один материал у нас уже заш залился выбираем выбираем этот материал вот он у нас есть вода создадим материал так создать перейдем шейдинг так здесь мы для того чтобы поставить и вернуть текстуру мы взялом текстура изображение текстура для того чтобы картинку вставить продублируем его сразу четыре раза там по моему 4 или даже больше 5 картинок мы сейчас походу посмотрим открываем нашу текстуру а а Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Приятнее И сразу видите Отличие Этого материала От PBR материала Который с помощью нодов Выполнен Текстур Больше шума в нем От этого шума Необходимо конечно избавляться Путем увеличивания сэмплов Так как у нас 10 конечно Поэтому шума довольно много Масштаб я думаю Все таки попробовать до 10 Пусть будет так Субтитры подогнал «Симон» Ну давайте-ка попробуем преобразовать это в Mesh Субтитры подогнал «Симон» 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 то также оставляйте комментарии по этому поводу. Не прощаемся, друзья.